Доброго времени суток, мои дорогие подписчики! Вы на канале Лепилкино. Зовут меня Анатолий, кто не знает. Итак, сегодня я продолжаю представлять свои станки. Это станок для производства и изготовления витых полящин стандартного размера, 900 мм. В общем-то, это второй станок. Первый достаточно простой. Делал я очень давно его, опыта не было. Ну, а здесь я попробовал, попытался расширить возможности. Добавил дополнительные операции. Все это я покажу. Итак, в качестве тяги я здесь использовал тросик. В отличие от первого станка, где стоит цель, трос более удобный. Он работает в разных плоскостях. Вот. Расширяет возможность станка. Где-то его упрощает. Вот. Ну и есть и недостаток его. То, что он может проворачиваться на барабане. И шаг может сдвигаться. То есть рисунок будет испорчен. Нам нужно уделять этому внимание. Теперь принцип работы. Каретка, на которой сидит фрейзер, движется по направляющим трубам. Также она цепляется к трусу. При перемещении каретки трос тоже двигается и вращает барабан. Вот этот барабан. Диаметр его определяет шаг. Ну а барабан передает движение шпинделю трезубцу. Здесь стоит делительная планшайба, которая позволяет поворачивать нашу заготовку на определенный угол. Важный узел натяжения троса производится флажком. Здесь он на петлях флажок на обычных. И шпилька резьбовая оттягивает его. Ну и на флажке прикреплен шкивок. Буквально легким движением руки очень легко натягивается трос или отпускается. Трос ходит также вот по таким барабанам. Я сделал из плотного дерева. Здесь из ящени. Можно из металла. Из пластика. Задняя бабка. Это я взял с первого станка. Не стал делать дополнительно. Здесь он хорошо подходит. Это агрекат. Станок этот может выполнять 4 основные операции. Плюс некоторую токарную обработку фрезовой. Предварительную. Для дальнейшего фрезерования каннелюра. Если в этом есть необходимость. Если нет, допустим, токарного станка. Ну, начнем с первой. Это наклон станины. Отпускаем гайку. Выставляем под нужным углом. Зажимаем. Что позволяет нам фрезеровать заготовку под углом. А не строго горизонтальную. Возврат в исходное горизонтальное состояние. Производится вот такой вот приспособлый. Который ставится на станину. Поднимаем до упора и зажимаем. Вот и все. Станины у нас теперь строго горизонтальны. То есть расстояние от труб направляющих до станины здесь. И у шпинделя у нас одинаковое. Так. Теперь дальше. Итак, следующая функция. Изменение вращения заготовки. То есть сейчас вот она вращается. Если идти от шпинделя. По часовой стрелке. Для этого достаточно отпустить зажим. Один. И прижать тросик вторым зажимом. Точно таким же. Кстати, зажимы на пружинах. Они отходят, не мешают движению свободным тросиком. Вот видите, сейчас вращается заготовка против часовой стрелки. Это очень удобно бывает. Такое разнообразие рисунка. Так. Теперь следующая операция. Это фрезерование не по спирали, а по прямой. Для этого мы отпускаем зажимы все. И каретка у нас не зависит от вращения шпинделя. В свободном плавании. Дальше зажимаем вал шпинделя. Также фиксируем винтом. И теперь у нас вращает заготовку только делительная планшайба. Которая может поворачиваться на разные углы. Фиксированные. То есть повернули. Зафиксировали планшайбу. Прошлись. Отпускаем, поворачиваем. Опять винтом затягиваем. Проходимся. Вот такие вот планшайбы. Две штуки у меня. На все случаи жизни. Вот от шести здесь допустим. От точек. Дальше идет семь. По кругу. Восемь, девять. А эта планшайба тут дальше пошла. Ну и наконец последняя операция. Это смена шага. Витка. Канилюра. Для этого меняем барабан. Снимаем напряжение троса. Снимаем верхний барабан. Остается маленький. На него накручиваем тросик. Но витков уже больше. Здесь получается в два раза больше. Если там три, то здесь шесть. Это для того, чтобы выбрать весь трос. Ну и количество витков. В принципе, чем больше, тем лучше держит барабан трос. То есть нет прокрутов. Вот эта операция такая сноровки требует. Ну вот я на барабан намотал тросик. Теперь можно сравнить визуально скорость вращения заготовки при разных диаметрах барабанов. Вот я постараюсь каретку вестись с одинаковой скоростью. Вот. А теперь на более крупном барабане как будет выглядеть. И на другом барабане большего диаметра. Видно, что вращения более медленные в заготовке. Но это понятно. Шаг здесь больше. Примерно раза в два. На случай проскальзывания тросика по барабану я сделал еще такой вариант крепежа тросика. Это значит просверлил отверстие по центру. И с этой стороны винт у меня. Который зажимает два конца тросика. Вот на примере проволоки я показываю. И потом так же наматываю. Делаю витки. В этом случае прокрута не будет вообще. Но здесь другой минус. Очень тяжело намотать. Трос путается, сопротивляется. Поэтому я его, этот вариант, так держу в запасе. Но я им не пользуюсь. Пока обхожусь. Вроде нормально все. И без него. Пришло время показать устройство шпинделя. Как я уже показывал, планшайба с резьбовыми отверстиями. В планшайбе вставлен трезубец. Этот трезубец также у меня сажается на токарный станок. Зажимается хорошо в токарном патроне. Обрабатываю деталь. Потом переношу этот трезубец с деталью на этот станок. И все хорошо совпадает. Ну вот вариант побольше. Для большего диаметра заготовки. Ну а теперь по материалам, которые я здесь использую. Так, направляющая станина из ящени. Т-образный паз, в котором входит центр. Трубы, направляющие стальные. 27 мм. Втулки скольжения к опролоктам. Корпус из фанеры ламинированной. Немножко ТСП. Штифт тоже деревянный. Плотное дерево. Каретка. Площадка. Сталь десятка. Направляющие. Тоже пришлось точить отдельно. Для фрезера. Прикручивал. Шпиндель. Тоже точил отдельно. На этом обзор станка закончен. В следующем видео покажу работу. Непосредственно на этом станке. Вот. Все, о чем я говорил. Будем теперь испытывать на практике. А пока оставляйте комментарии. Подписывайтесь. Сдавайте вопросы. Постараюсь ответить. Следите за моим каналом. Всем удачи. До встречи. Продолжение следует.